Доброго времени суток! У нас уже 5 сентября, 24 год. Находимся мы на бульваре Пушкина в Славянске. Как видите, опять над городом подымается серый дым. Было громко два раза. И вот такой вот дым, который постепенно превращается в тучи. Ну, мы пришли в парк отдохнуть, провести свободное время, погулять на природе в черте города. Людей в парке не очень много в это время. Слышно фоном, как поют искусственные птицы, создают такую ненастоящую атмосферу природы. Но это не так. это играет запись где-то с динамика. Так вот, дым стоит над городом. А мы уже возле озера посмотрим, есть ли тут лилии, которые цветут. Розы цветут. Красные, прекрасные. очень красивые цветы. Долго цветут с периодичностью. Тралик куда-то поехал с Артема. жаба сидит на каком-то строении. Рядышком тоже много жаб в воде квакает. Некоторые повылазили на листики, сидят, отдыхают. На улице очень жарко. Снова где-то до 30 градусов. Правда, ветрено. Но для сентября месяца погода, как по мне, то очень хорошая. Очень даже комфортно гулять по такой погоде. Может завтра еще получится даже сходить на славкурорт, поплавать, поотдыхать, провести как-то с пользой свое свободное время. Дым дымится еще, никуда не улетучивается. Что и где непонятно, но так визуально это сторона славкурорта восточного. Потом уже позже посмотрю в интернетах, почитаю, что и где. Эти скульптуры я уже снимал. Колчан со стрелами. Еще один колчан с пластиковыми бутылками перенесли с парка со славкурорта. Такие вот сценки исторические так называемые фантазии современников на тему прошлого. С другой стороны, с другого ракурса посмотрим еще раз. на это все произведение художественное. Вот эта сторожка так называемая. Почему-то двери заколотили, повесили амбарный замок такой вот, чтобы никто не зашел по какой причине не знаю, но вот оно сейчас в данный момент закрыто это сооружение и доступ туда невозможен. Подняться туда никак, чтобы, к примеру, посмотреть даже сейчас лучше горизонты вокруг Славянска или на тот же дым, откуда он дымится. колесо обозрения. Вот сейчас подумал, смог бы я интуитивно определить, в какой именно будке вот этой качели я катался когда-то. к примеру, угадал бы. Ну, если бы кто-то там знал точно, например, какой-то там ясновидящий астролог, таролог, например, знает, на какой качели я катался, а я вот так угадываю. Пойдем посмотрим в зоопарк. Тут голуби новые, черные белые и черно-белые. Такое вот цветовое разнообразие с хвостами такими пушистыми. Не знаю, что за порода голубя, но смотрятся так оригинально на фоне серого голубя вот эти птицы. В уличном зоопарке ослики гуляют, козы, бараны, лошади. Вот лошадь идет ко мне поприветствоваться. Коза стоит там вот ближе к телефону. Чуть не заглянула в объектив и ушла лошадка гулять дальше на этой территории тоже за забором никуда и не убежать на свободу, как вот люди в нашем государстве тоже никуда не убежишь. Ну, если, конечно, у тебя нет много денег, которые сейчас решают практически все. А если обычный человек, то сиди и смотри на вот этих безрогих козлов. Надувная горка 50 гривен 10 минут. Пойдем уже по чуть-чуть с парка обратно домой. Гляну еще на разбитый дом. Вот так вот его уже отреставрировали. повесили балконную плиту. На окнах стеклопакеты. Крыша тоже делается. Как будто и не было разрушений. Пойдем поближе глянем на вот этот весь строительный мусор. Реконструкцию исторического здания многоэтажки. так это выглядит вблизи. Не знаю сколько его уже реставрируют. Но длительный период мне кажется. Пару месяцев может и год точно не скажу долго одним словом. Идем по улице Ярослава Мудрого она же урицкого. по тротуару возле больницы уже проходим и будем скоро переходить по пешеходному переходу. Вот такая вот вывеска. Там школа. Снова взглянем на дым с другого ракурса. Еще никуда он не исчез. Долетело аж сюда до памятника Шевченко. Всем желаю хорошего настроения и конечно же до скорых встреч.